Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о том, какие существуют аквариумы и как в таком большом количестве разных предлагаемых нам аквариум не заблудиться, выбрать тот самый аквариум, который будет радовать вас долго. Поверьте, иметь дома аквариум, это не просто красиво, но это еще и такой мощный релакс. И еще аквариум это же увлажнение воздуха дополнительное, что тоже актуально в зимний период времени. Итак, какие же виды аквариум существуют? Это традиционные, прямоугольные, панорамные, круглые аквариумы, также бывают цилиндрические и треугольные. Ну, как правило, треугольные используются для маленьких помещений. Цилиндрические и круглые аквариумы, к ним нужно подходить с особой осторожностью, так как они могут искажать внутренний мир, водный мир. И все-таки, наверное, самые распространенные так и остается у нас это прямоугольные и панорамные аквариумы. Они в эксплуатации себя лучше всего зарекомендовали, и по уходу они считаются одни из самых дешевых. Литражность аквариумов тоже на рынке представлена разная. Бывают от 10 литров и до полутонны. И при выборе аквариума вы должны учесть один немаловажный фактор, что чем меньше аквариум, это золотое правило, тем сложнее его содержать. Поэтому я вам рекомендую выбирать аквариума от 60 литров и больше. При выборе аквариума еще на что вы должны обратить внимание, это стекло, из чего сделан ваш аквариум. Существует несколько видов стекол. Бывают стекла из оргстекла, акриловые. На них я хочу особо остановиться. Дело в том, что именно эти стекла, когда вы будете ухаживать за своим аквариумом, вы будете использовать различные щетки, скрипки, то они оставляют царапины на стекле. И внешний вид аквариума ваш будет здорово проигрывать. Также аквариумы могут быть сделаны просто из обычного стекла. А еще на рынке появилось новое стекло, вот вы даже не поверите, называется оно OptiWhite. Ну, создается такое впечатление, что просто его вообще нет. Это просто восторг. Оно обладает повышенной прозрачности, чем обычное стекло. И создается такое впечатление, что как будто его вообще нет. Еще один совет. При выборе аквариума вы обязательно должны просматривать вот эти швы. Объясняю почему. Если вы увидели, что в этих швах находятся какие-то воздушные пузырьки, сразу отказывайте от покупки такого аквариума. Это точно ваш аквариум потечет. Еще хочу сказать в пользу больших аквариумов. Когда покупаете, все-таки рассматриваете вариант именно большого аквариума. Сейчас объясню почему. Во-первых, у вас есть возможность населить больше рыбок, создать неповторимый водный мир. И самое главное, поддерживать правильную экосистему. Потому что в маленьких аквариумах этот процесс идет буквально за считанные часы. То есть, если какая-то инфекция попадает в маленький аквариум, то справиться иногда просто с ним невозможно, потому что процесс идет очень быстро. В следующем ролике я вам расскажу, какие должны быть крышки и какие лучше использовать тумбы для ваших аквариумов. Так что всем пока. Я надеюсь, что советы мои пригодились. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!